Очередной теракт в Париже в преддверии президентских выборов. Кто стоит за нападением на полицейских и чего ожидать во время воскресного голосования? Елена Зорина продолжит. Не успели кандидаты сказать свое последнее слово на дебатах, как Париж сотрясла шокирующая новость. Нападение на полицейских в центре французской столицы на Елисейских полях, где, казалось бы, мышь не проскочит. Уже полтора года в стране чрезвычайное положение. Его ввели после терактов на стадионе Стаде Франс и концертном зале Батаклан, унесших жизни 130 человек. Также накануне выборов здесь усилили меры безопасности. Однако нападавших это не остановило. Около девяти вечера мужчина с автоматом выскочил из машины и открыл огонь по полицейским. Один погиб на месте, еще двое попали в больницу. Также ранена прохожая гражданка Германии. Самого нападавшего застрелили. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство». Там заявили, нападение совершил Абу Юсиф Альбельгики по прозвищу «Бельгиец». А вот по информации полиции, это был 39-летний Карим Шуфри. В его машине нашли оружие, ножи, Коран и записку в поддержку ИГИЛ. Я была очень напугана, боялась за свою жизнь. Спряталась за углом по дороге, ждала минут 20, пока не успокоилась. К метро бежала. Когда спустилась в подземку, тоже стало страшно. Люди только и говорили о прошедшем. Паника охватила всех. Сегодня в пригороде Парижа полиция провела обыски в доме, где предположительно могли проживать сообщники Елисейского стрелка. Также появилась информация, что теракт может иметь бельгийский след. Один из сообщников, возможно, приехал на поезде из Брюсселя и вот уже сегодня сдался в одном из полицейских участков Антверпена. А во Франции задержали троих подозреваемых и их сейчас допрашивают. Власти страны призвали людей не паниковать. Нападение не повлияет на проведение выборов, заявил премьер. Безопасность будут обеспечивать 50 тысяч полицейских, жандармов, сотрудников спецслужб и военнослужащих. Ничто не помешает демократическому волеизъявлению. Я призываю к ответственности и достоинству граждан. Наш долг не поддаваться страху, запугиванию, манипулированию. Следует противостоять попыткам расколоть наше единство. Лидеры президентской гонки тоже не остались в стороне. Кандидат от республиканцев Франсуа Фион призвал даже приостановить кампанию и отменил свою предвыборную поездку. Также поступила и лидер ультраправых Марин Лепен. А вот левоцентрист Эммануэль Макрон попросил людей не поддаваться страху и пообещал защитить от угроз. Впрочем, французы заявляют их не запугать и намерены прийти на избирательные участки. Политиков же просят не использовать теракт для повышения своих рейтингов. Во время президентской гонки все политики сосредоточились на нападениях и специфической атмосфере во Франции. Но я думаю, они не должны это использовать в своих целях. Я была разочарована, когда во время вчерашних дебатов Макрон начал с того же. Мы даже не знали тогда, это был теракт или вооруженное ограбление. Сейчас во Франции немало других проблем. Как бы там ни было, сегодня последний день, когда кандидаты могут высказываться и добавлять себе баллов. Завтра во Франции день тишины. Нельзя ни агитировать, ни публиковать данные соцопросов. Штраф за нарушение немалый до 350 тысяч евро. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.